А сейчас к актуальным темам организации дорожного движения, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе. С 1 марта 2023 года автовладельцев ожидает целый ряд изменений в правилах дорожного движения. Перемены затронут правила парковки, передвижения электросамокатов, обновления дорожных знаков и другие аспекты жизни на дорогах российских городов. Подробности об этом рассказывает наш корреспондент. В новых изменениях ПДД утверждены два новых дорожных знака. Это движение автобусов запрещено и движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено. Изменения коснулись еще и зон платной и бесплатной парковки. Теперь они будут разделены. Для этого появилась дорожная разметка синего цвета. Но самые большие изменения в ПДД коснулись так называемых СИМов, средств индивидуальной мобильности. Это электросамокаты, гироскутеры и прочие современные гаджеты на колесах. Ограничений по возрасту при использовании СИМов при этом не прописано. Но на электросамокатах любой массы разрешили ездить по правому краю проезжей части. Однако делать это можно лишь водителям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена скоростью в 60 км в час. Одно из ощутимых нововведений для автомобилистов – это запрет парковки на так называемых островках безопасности. Ранее на стоянку не было никакого моратория, но теперь заезжать туда категорически запрещено. В продолжении разговора о парковочных местах. С начала года в Твери уже более 500 водителей получили письма счастья со штрафами за парковку на газонах. Работу по выявлению нарушителей ведут городские чиновники. Сотрудники районных администраций ездят по городу на авто и фиксируют нарушения на видео. А как обстоят дела с парковкой в городе, по мнению жителей, мы спросили у них самих. Есть ли в Твери проблемы с парковочным местом? Да, конечно. А где именно? В центре особенно. А почему именно в центре? Ну, вы знаете, ну как почему? Мне кажется, все очевидно. Встать негде. Все, если... Ой, господи, меня врасплох. У меня просто нет машины, но я знаю, что такое нет парковочного места, потому что даже пройти негде. Как правило, все паркуются там, где хотят. А как вы видите выход из этой ситуации? Слушайте, ну надо развивать, наверное, пешком, наверное, надо ходить больше. В Заводском очень большая проблема тоже. А как вы видите выход из этой ситуации? А что ты называешь проблемой парковки? Отсутствие парковочных мест или беспорядочная парковка? Беспорядочная парковка, да. А, то есть люди плохо паркуются как-то? Да, плохо паркуются. И где можно припарковаться, нету места просто потому, что или снег не расчищен, или что-нибудь в этом духе. А часто ли машины паркуются на пешеходных местах? Ну, бывает такое, да. Конечно. А в каких именно районах или местах? Заводский. А почему именно там? Больше всего машин там. А как вы думаете, что нужно сделать, чтобы не было такой проблемы? Парковок побольше. Около дома или просто отдельно какие-то? Да, просто отдельно парк сделать, все, парковочный. Уже было бы хорошо. Некоторые считают, что нужно отказаться от транспорта и стать пешеходом. Кто-то считает, что нужно создать дополнительные места для парковки. А некоторые вовсе считают, что парковку нужно строго контролировать. Остается надеяться, что все нововведения в ПДД улучшат жизнь не только водителей, но и пешеходов.